16 декабря отмечается День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате Тверская областная картинная галерея для старшеклассников Верхневолжья подготовила музейно-музыкальную программу «Фронтовые дороги глазами калининских художников». В ее рамках была создана интерактивная инсталляция по картине тверского художника Бориса Васильева. Тему продолжит наш корреспондент. Интерактивная инсталляция картины Бориса Васильева «Запоздавшее письмо. Словно окно в прошлое». Здесь стираются границы между реальностью и художественным миром полотна. Перед ребятами разворачивается пронзительная история военных лет. Запоздавшее письмо. Как он ждал этих писем. Они не приходили. И вот оно наконец пришло, а солдат в окружении никогда не сможет на него ответить. Здесь же представлена лампа-коптилка, которая освещала землянку, блиндаж и небольшие укрытия, где красноармеец мог писать письмо домой в царившей темноте. Выручала такая лампа и даже после войны. Ведь свет в послевоенное время был не у всех и не везде. Такая лампа по праву может считаться символом Великой Отечественной войны. Старшеклассникам рассказали о художниках Калининского фронта, художниках-участниках Великой Отечественной войны. Ребятам также показали фото тех лет, прозвучали военные песни. Вот сонаты идут, звонча песня несется, и про грозные ряды в этой песне поются. Мероприятие для школьников организовано в рамках реализации проекта «Пушкинская карта». Как рассказывают сотрудники музея, старшеклассники, которые уже посетили музейно-музыкальную программу, внимательно слушают рассказы экскурсоводов. Хочется достучаться больше до их сердец. И вот вчера у нас уже прошло две таких программы. Очень внимательно слушали ребята и очень благодарные культурные слушатели, несмотря на то, что сейчас мы слышим о том, что молодежь совсем иная. Благодарят, все говорят, что придут к нам обязательно еще раз. Ну и, конечно же, дети помнят. Дети помнят о тех днях. Окупация Калинина началась 17 октября 1941 года и продлилась 62 дня. В ходе боев за город Красная армия потеряла 20 тысяч человек. Погибли около 2,5 тысяч гражданских.